Да, Вячеслав Александрович, по поводу посещения хотел бы вам выразить большую благодарность по поводу помощи, которую нам указали. От жителей домов по 8-12, он по улице Завильное, практически 70% уже оформили право собственности, и кадастров службы работает теперь в регламенте. Нынешний прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова начался с приятного. Ведновчанин Дмитрий Коросткин от лица жителей домов 8 и 12 по улице Завидной поблагодарил его за содействие в постановке на кадастровый учет этих домов. Ведь люди, не имея на руках документов на право собственности, не могли прописаться и, соответственно, имели сложности с устройством детей в сады и школы, получением пенсии и других социальных услуг. Такие встречи дают свои результаты, это я вижу на своем опыте. И многие жители, которые мучились с правом собственности в наших домах, они вопрос свой решили, было это решено быстро, мучились практически два года, поэтому такие встречи, они всегда дают свои плоды. Но кроме этого Дмитрий озвучил одну из проблем, которая волнует, наверное, каждого жителя Ленинского городского округа. Это запах от выбросов завода Москокс. Как рассказал глава округа Дмитрий Оборенов, ситуация с выбросами обсуждается на уровне правительства Московской области. Главная задача – сохранить предприятия и рабочие места с одной стороны, а с другой – убедить владельца завода провести глубокую реконструкцию оборудования. В интересах же и того же собственника, чтобы провести модернизацию, сохранить рабочие места и, самое главное, спрос на продукцию, похоже, достаточно, чтобы рассчитать и уложить. Герой России Евгений Черняев живет в деревне Вырубово. К депутату он пришел с жалобой на новых владельцев нескольких земельных участков. По его словам, они без разрешительных документов проводят земляные работы и занимаются вырубкой зеленых насаждений. Глава городского округа Дмитрий Оборенов пообещал разобраться в вопросе в ближайшее время. Я сразу скажу, после того, как у В.С. был первый приемочный, а просто вырубил этот вопрос, мы остановили выдачу порученных билетов. То есть, если видите, где-то рубят лес, 100% нет разрешения. Совместный прием граждан представителями Госдумы и руководства муниципалитета позволяет значительно сократить время решения насущных проблем граждан. Для того, чтобы пообщаться с депутатом, необходима предварительная запись. Впрочем, и тех, кто придет без нее, Вячеслав Фетисов тоже не оставит без внимания. Максим Козлов, Сергей Ларин, Войдное ТВ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Войдное ТВ